А что у тебя руку перестал? Потому что меня бесит уже, нахуй. Я думал, аж, матом перестань ругаться. Я не отрую, блядь, я что-то бесит, уже все это надо. Матом перестань ругаться. Потому что нервности не хватает, дуй. А что такое? Ты себя, блядь, уважаешь или нет? Давай разберемся. Ты сидишь, блядь. Стрессовый клой, в чем? Если сторожить пошел. Сторожить пошел, блядь. Клоун, блядь, блядь. Блядь, сука, бесит, блядь. Как ты тут, как тут материшься? Раз начинаетесь ебать, как ты будешь ебать, как ты не ебать, как ты не ебать. Если ты представил, сказал здравствуй, блядь, и все. Получается, здравствуй, это твое имя, уважаемая, это твоя фамилия, что ли? Вы снимаете, правильно? Ну и что? А вы зачем снимаете? А у нас камера стоит, потому что мало ли что, к кому не пришли. А вдруг вы там выражать будете? Я сейчас спокойно могу. А вдруг вы нож оттуда вынете? Ну давайте тогда, пожалуйста, давайте мы тут расходимся. Я не буду вас задерживать, ни вы, ни она, задерживайте не будете, хорошо? Вопросы задавали. Ну да, как-то не совсем адекватно. Что если вы в полицию хотите, мы только что три магазина. Я бы ушел, давайте. Три магазина только что оформили с полицией. Вот, поэтому вас оформят еще за 19.1 самоуправство. Да, по камере. Пожалуйста, камера, хорошо. Я вам отказываю. Пожалуйста, звоните, пусть, пожалуйста. Прибывайте. Вопросы, а что вы сейчас просто с ума сошли? Я бы ушел, если бы... Действительно, уже собирались уйти и вас поняли, да, почему вы переживаете? Если бы вы носок не был за камерой, то мы имеем право ввести виду фиксацию. Любой гражданин. Вот люди проходят, они имеют право ввести. Вы на более высоком этаже офис был, и вас оттуда скинули вниз годовой, если вы какие-то сверения в обуви, что кажется, проживаете. Вы совсем поменяли. Пожалуйста, вызывайте на место. Я бы уже позвонил. Зачем? На горячую линию пожалуемся. Пожалуйста. Вызывайте на место. Еще раз, до момента, пока вы на камеру не начали обращать внимание, она вас не снимала. А зачем вы просто пришли ко мне сейчас в камеру? Давайте мне сейчас поговорим, хорошо? Ну, сейчас я снимаю уже. А зачем надо было прийти? С пистолетом Макарова? Зачем? Вы первый раз ко мне пришли с камеры, вы пришли к девушке. Вы на свои половые признаки перестаньте ссылаться. Вы работник организации. И не важно, что у вас под юбкой. И вы начали мне сейчас вот хамить начинать. Я вам хамил? Ну, конечно, да. Вранье. Сейчас вот я хамил, это сам. Что, хамство? Ну, не знаю, руководство. Они рассудят, кто и каким образом хамил. Да, не знаю. Хочешь, чтобы мы прямые эфиры отсюда запустили? Ой, хорошо. Сейчас повисит лучше, да. А вот интересно, смотри, она здесь оказывает услуги. А почему находится без средств индивидуальной защиты на рабочем месте? С клиентами разговаривала без маски. А? Полицию хотела вызвать? Вот есть 20.6.1 повод тебя оформить. Причем не лично ее, а организацию. Дошли, называется, до спортмастера. Алло. Лорис, слушай, привет. Выключись, пожалуйста, камеры. Потому что пришли двое мужчин. Первое руководство. Первое руководство начали меня снимать на камеру. Я вообще не понимаю. Вот кошмар ужасный вообще. Кошмар ужасный, это твои хамское обсуждение. Да, они, получается, сначала за хамское обсуждение, вот начали там вот с путевками, там, 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 мы хотим, там, украины, там, а то во львов, я отказалась, чтобы я не смею вас задерживать. Я не хочу. Я вас пронирую, я не смею задерживать, не вас, не себя. Вот, хотите, я говорю, другая тема, может, там, ну, я не буду. Вот и все. Пусть приезжает сюда руководство, или сейчас просто война с аннекстур будет? Вот, вот сейчас, получается, вот мужчина говорит, скажите, обрешает руководство. Аннекстур, горячая линия. Вот, или будет война с горячей линией аннекстур, скажите. Горячая линия аннекстура, самим аннекстура. Не знаю, Лорис, у нас тоже камера пишет, да, они тоже, все будет, да, все точно. Хорошо. Нечего взбухать было на те действия, которые мы имеем право... Я точно знаю, что я могу сейчас в полицию вызвать. Вперед, попробуй только свои слова не ответить, вызывай. Давай, давай. Сейчас ты оформим, юрлицу оформим аннекстур. Аннекстур. За административное правонарушение. Вот, они мне тоже говорят, что вот они же могут на меня охорить. Я просто сидела без маски, я просто сидела без маски, здесь, но я одна сидела, они ко мне подошли. И маску ты не одела, в течение 10 минут нас консультировала без маски. Интересно, а как думаешь, младший лейтенант или капитан сейчас проедет? Я думаю, младший лейтенант по имени Максима. Он хорош. Что за камерофобия, а? 22-й год на дворе. Да, вы ко мне подошли, начали. Что начали? Ну, не знаю. Задавать вопросы? Да, я вам сказала, что... По обслуживанию. По обслуживанию. Ну? Мы сейчас не продаем никуда. Ну, хорошо, а что за вопросы к камере? Потому что мне не нравится. А мало ли, что вам не нравится, у вас публичная работа. А что тебе не нравится? А давайте я с вами на вы разговариваю. А я с тобой насмерть, потому что потерял уважение какой-то похожий на Хабалку, который здесь сидит. Островок, Ларис. Да, Ларис, смотри, они на ты там няне, получается, вообще просто по-хамству со мной обобщаются. Напиши по-собственному, не позорь, карпаня. Все, хорошо, давай. Представляться будешь и будешь, как обязанно. Представитель компании? Бейт, где? Ну, и что, кто так безнаказанно остались сейчас? Я сам не знаю. Серьезно? Таких по статье надо гнать, чтобы никуда больше не дали. Ни в одну шарагу туристическую. Я знаю, кстати, отличное место, которое подойдет ей для работы. В колхозе... Тихо. Совок не хватает доярки. Интересно, претензию она примет? На судебном порядке. Как представитель организации? Девушка? Да она даже не представляется. Гнать с санными тряпками нахрен. Компания тут позорится. Не, ну серьезно, Аннекс Турк, серьезная фирма. Да? Чтобы вот так себе по-хамски вел. Ну, не Аннекс Турк. А вы кто? Написано на стойке. Обман, что ли? Ну-ка, посмотри, что на флажке. Туристическое страхование. Это флажки у нас висят. Ну, здесь и Коралл Тревел. А, так ты Коралл. Алло. Так ты Коралл Тревел. А можете, пожалуйста, пришли к нам с Семеном? Ну, а не добились своего в итоге? У меня что-то в сетку. Ну, полиция называется. Вот пробить можешь или что? Можете тоже. Все, не забывайте. Можно попросить, что, по-моему. Попросить? Да. Попросить? Что за сторож? Не сторож. Быве речка. Сторож сообщил о том, что он не сторож? Серьезно? Серьезно, да. Серьезно, правда? Можно, но это здорово. Представляется, не учили, да? Нет, я все. Не пустил, сейчас. Не пустил, да? Здравствуйте, уважаемые. Ты представился? Я вам дадите, скажите слово, не будете там обратить. Здравствуйте, уважаемые, ты представился? Или что? Я к вам обратился. Кому? Кто там обратился? Что вы? Смотрите. Ты устно можешь представиться? Или что? Или я там разбирать, что подразмыть печать. Оферанночок, охранночок, охранночок. Оферанночок, охранночок. Оферанночок. А, то есть, сторожишь здесь? Да. Ага. Это твой коллега, да? Да. Показания у вас не сходятся. Он сказал, что он не сторож, а это опровергает свои слова, что ты здесь сторожишь. Это как понимать? Оферанночайте, пожалуйста. А, следишь за порядком. Слушай, вот там, где туалет, я видел там швабру, веники. Еще чего сделать? Ты обалдел, что ли? И я как раз видел там тех предметов, которыми наводят порядок. Так что можешь туда сходить. А вы тоже? Да, сюда сходи. Мне навести порядок, он у тебя дома нигде. Нет, ты сказал, ты здесь порядок навозишь. Я почему-то... А первый, по порядку бывает разное. Не вижу в твоих руках. Разное бывает порядок. Разное? Да. Услышал про новый мировой порядок, по РНТВ. Чуть не до блогера, вполне удобный. Чуть не до блогера, вполне удобный. Чуть не до блогера, а как выйду вообще. Кто тебе дал право такое? А тебе кто дал мне право? Там веник, блядь, лопатина. Да мне кто будет, пейджи попаска? Ты сообщил, что ты... Потому что он сам. Ты сообщил, зачем в общественном месте ругаться? Ты сообщил, что ты здесь порядок навозишься. А что у тебя руки трясутся? Да он же меня бесит уже, нахуй. Я думал, что... Матом, перестань ругаться. Матом, перестань ругаться. Потому что нервовки не хватает, не твой ядер. Да не спокоен. Выпей зеленого чая. Может, в Олерьяночке. Напрягать уже все, нахуй. Ты себя, блядь, уважаешь или нет? Дарит, давай разберемся. Ты должен быть... Ты сидишь, блядь, с этой девушкой. Стрессоустройчивым, если сторожить пошел. Сторожить пошел, блядь. Ну, а что ты как орешь? Что ты матом ругаешься? Потому что бесит меня, понимаешь? Ты знаешь, что это объясняет? Можно на полюс. Пальцы ебать пинут, я не пойму. Сотрудников ПП срочно. Здесь охранник отрясет, он ругается матом. Там весь дергает. В Европоле, в торговой центре. Это ты своей бабе, блядь, будешь базарить. Вот, слушайте, матом прям нажать. Я не метаю ни ПС Леву. Просто вести себя нормально надо. Стрелочник. Вот является административным правонарушением. Как он здесь, Олег Сирилович? Сейчас, секунду. Нас попросили, что это было не нормально. Попросили, ты был послан вон со своей прозвищей. Не помнишь, что ли? Да. И ты пошел нахуй со своей прозвищей. Клоун, блядь. Блядь, сука, бесит. Как ты тут, как тут материшься? Да потому что ты клоун, ебать. Блядь, сука, меня... Это ты, сука, прикуси ежутёк. Я, серьезно, у матерей. Я там с руководителем. Вы водите, нахуй. Нормально подойдешь и объяснишь. Обратился, блядь, уважаемый. Да, вот, слышите, как материшься. Нет, нахуй, ебать пальцы давай, тянутся. Кто ты, блядь? Ты представился? Как я, маха. Представился? Представляю. Раз начинается с ебать пальцами, не ебать, так и не дефицейно ебать. Если ты представился, сказал здравствуй, завтра. Хуеплёт, ты, блядь, и всё. Вы хуеплёт, ты... Получается, здравствуй, это твое имя, уважаемый, это твоя фамилия, что ли? Да, всё верно. Клоун, ебал. Чё какой нестрессоустойчивый? Вон, пацаны стоят, матом не ругаются, не быкуют. Потому что я, блядь, дырной. Меня сразу начинают выписить. А нахрена ты в охрану попёрся, если ты дурной? Охрана должна... Он представляет опасность для окружающих. Вот это нормально. Не подходи ко мне, блядь. Не подходи ко мне, блядь. Я не подхожу. Я тебя спросил, блядь. Я тебя спросил, блядь. И не подходи ко мне близко. Ух ты, блядь, ты, ебать, страшный сука какой, блядь. Не подходи, блядь. Нет, ты всё весёлый, как клоун, скорее. Это ты клоун, ебать, мой сын, блядь, я тебя пальцы внёс. Как тимошник, блядь, иди в последний. Это нельзя решать, понял, да? Вот я решил нам. Ну решил, так сейчас мы с тобой решим. Решаем, блядь. Завтра как раз понедельник. Росгвардия, лицензирующий орган. Видеозапись туда, чтобы лишили лицензии нахрен себе. Да. И привлекли к ответственности весь чоп. Ну, блядь, корёк, я не знаю. Это её оскорбление и тить. Да меня бесит, ты почему успокойся? С каких пор было рассуждать, кто корёк, кто не корёк, я не понял. А кое-кто кто-то свалить решил? Заварила кашу и бежать. Ну, мы вернёмся к тебе. Узнаем фамилию, имя, отчество, должность, имя Навальника. Что, мы полицию вызвали? Здесь место происшествия. Будем оформлять. Отлично. Отлично. Всё? Максим, ты посмотришь твои 33 шеевы? Есть. А тебя полстраны посмотрим. Благодаря одному быдлу это ещё увеличит просмотр. Ты сам быдл. Да это ты так думаешь. Я не думаю, я говорю, ну ты же думаешь, что я быдл. Твоё мнение может не совпадать с моим мнением. Нет, ты же скажу, что я быдл. Твои слова. Ну, я не отрицаю. Ну, вот я не отрицаю, что ты быдл. Ну, не отрицай. Думай, как дальше. Видишь, я же у тебя не пукую, что бы ты не сказал. Да ладно, куда ты его уводишь-то? Полиция приедет, он правонарушение совершил. А, вы не трёхте, не трёхте, не трёхте. Так зачем уходить-то? Он никуда не уходит. Подожди с нами. Ждём. Ждём. А что случилось у вас вообще? Можете объяснить? Обязательно. Да, вон, что-то девочка, увидев камеру не включённую, начала дёргаться зачем-то. Вот, кричали, что у неё здесь камера снимает, а она запрещает здесь гражданам снимать. Вот, хотим её тоже привлечь по 19.1. Кроме того, консультировала без маски в течение 10 минут, без использования средств индивидуальной защиты. Вот, что тоже записано на видео. На самом деле, поинтересоваться, вот куда сейчас можно поехать. Куда она свалила, да? Да, из заграничных стран, ввиду последних событий, которые тут происходят. Ну давай старше сказали, а, не вызывай что-то. Вот зря она не вызвала, но всё равно пробьём. Что за юрлицо? Что за контора такая? А кто старший по смене охраны? Зашли охранники, которые уезжают в постах. Замы кто-то есть на торговом центре? Пока что нет. Сейчас у нас есть, что сейчас решили. Росгвардия приедет, нам дальше обещали все платят. А, там Росгвардия ещё. Я-то полицию вызываю. Полиция ваша приедет. А? Есть Росгвардия. Кто? Дядя очнись, их разделили. У них даже разные руководства. Скорее всего он приедет Росгвардия, потому что вы вызываете полиции Росгвардия. Их объединили, базарит. Никому больше такой чуши не говори. Говорю, честно, в полиции. Что он там звонит? Он сообщает кому-то, что провёл спецоперацию под названием «Обосрался». Да, давно я таких не видел. Ага. У вас прям во щедрое слово. Не, ну стрессоустойчивым должен быть, а рвёт тут что-то. Понимаете, такие случаи нечастые. Это вы стрессоустойчивые, потому что вы часто, смотрю, так совсем вообще не привыкли. Ну а что ты взял штуча? Может это ваша работа? Вы блогеры? Или что? Хуже. Ну хрен знает. Приедет Росгвардия, полиция, мы предъявим удостоверение. Матамарёк, блин, как он попал в охрану? Как? Кто его взял? Как он отбор прошёл? Как он лицензию получил? Ну хрен знает. Служил? Служил? Конечно. Ага. Не Наса собирал, а подарили. Да нет. Хотя может быть Наса собирал на лицензию в натуре, я не понимаю. Сидел? Сидели? Нет. Сидел вот тут сейчас на стуле, да это в ресторанном дворике. А, ну может, если тебе так кажется. Мне не кажется, я за опреположение. Пожалуйста. У нас и законам не запрещено в стране, законам нашей страны делать опреположение. Конечно. Каждый может предполагать всё, что хочет. Вот ты можешь предполагать, что я там срок мотал, как ты сейчас предположил. Если я вижу человека, который матерится и ведёт себя словно быдло, он из натрана, я могу сделать предположение, что он наоборот не мотал срок, а только в очко долбился всю жизнь. Если ведёт себя как чёрт. Вот. Предположение делать право мы имеем в нашей жизни. Это не запрещено законом. Что не запрещено? Да, я об этом и говорю как раз. А ты перед ментами подтвердишь, что я тебе говорю? Обязательно, прям повторю. Ты подтвердишь перед ментами? Да прям повторю. Ты за твой базар отвечаешь? Вот прям при тебя повторю. Ты подтверишь, как ты меня обзывал? Как я тебя обзывал? Вот сейчас именно, как ты меня обзывал. Или ты не мужик? Тебя сейчас. Да, чё ты сейчас сказал? Я твоё имя сейчас сказал. Нет, ну а чё ты сейчас про меня сказал? Я сказал про человека, который матерится из охраны, иногда бывает. Я даже пальцем в твою сторону не показал. На меня ромка? Даже пальцем в твою сторону не показал. Ты агрессивный какой-то, горячий. Я же тебе говорил чаю зелёного попей. Успокойся, валерьянки долбали. Ну что, вы правонарушителя прогнали. Где его потом искать? Вот его потом не сдадите. Далеко он не выйдет. А я сфоткал его, короче. Давно я такой охраны не встречал. Приходите почаще. А мы летаем за тысячи километров. А оказывается всё буквально 500 метров от дома, от Айде. Просто с полёта. С лапу как-то. Так а мы-то не с двух гор. Мы внутри страны. Какая? Большая? Мы север летим. Почему на восток? А где этот магазин? Где этот магазин? Где этот магазин? Где этот насходил? Как? А где? Убежала. А всё? Где он записал? Гори всё-таки тут. Написали. Гори. Тут как есть. Тут как есть? А с вашим словом, как вообще произошло? Зачем этот ацидент? А зачем эти учёты поясняли? Сейчас полиция приедет и напишем заявление. Один пытался что-то уточнить. Совершил административное правонарушение. Матерился в общественном месте. Там уже 203-я, Сань. Там была угроза убийства. Он обещал тебе голову проломить. Там 203-я. Сейчас покажем файл. Покажу. Я его доставляю в ментовку. Он своему коллеге сказал, что я ему сейчас голову проломлю. А это чистое 203-я. Превышение должностных полномочий. При исполнении служебных обязанностей. Ну мы все ситуации не знаем. Вы не объясняете? Да там нечего объяснять. Ну а что произошло, например? Просто пришли спросить, куда сейчас можно поехать. На хрен тут заранее объясняли. А, ну все. Кто-то кому-то нахамил, что ли? Она сказала, что ни хрена делать другой. Так и сказала. Зачем я вас куда-то сейчас буду отправлять? Вы видели, что в мире творится? Идите в другое место. Вот так и сказал дословно. У вас записано? Девушка. Ну вон у нее ту записи. Королевич нас один. Ну ладно, по статье уволят на хрен. Зовут ее Кристина Васильева. Кристинка, а что ты там базаришь? Сюда иди. Пробили тебя уже. А, компания называется «Слетать.ру». Причем даже не сказала. Спросили, а какой компания? Где? С обратной стороны. С обратной стороны чего? А как покупатели-то узнают. А, с той стороны. А мы-то начали ее спросить. Тут написано. Блин, а мы внутри сидим и ни одной вообще ничего. Ни одной бумаги нет. С теми хочется minuteимся у ранее. Музыка!